А вы знаете, какая у вас самая известная птица в России, да? Ну вот, вы как думаете? Воробей. Воробей, кто еще? Чайка. Гул, голубь. Ну, в общем, кто во что гораздо, и мы так же отвечали, да? Что было сказано? Да нет, уважаемые друзья россияне, да? У вас самая распространенная птица это жареный петух. И вот, к сожалению, пока жареный петух не клюнет, никто своим здоровьем заниматься не будет. Вот именно поэтому у восточной медицины, да, существует, в отличие от западной медицины, колоссальное такое понятие, как профилактика. А везде уже заявлено, что профилактика это лучше, чем лечение. Почему? Потому что, в принципе, мы можем обойтись без врачей, как говорит Тамара Ивановна. Мы только не можем терпеть зубную боль, механические травмы, да, не дай бог, где-то что-то упали, разбили и так далее, да? И, в общем-то, роды. Все остальное человеческий организм способен сделать сам. А почему? Именно, скажите мне, пожалуйста, от чего зависит наше здоровье? Как вы думаете, от того генофонда, который нам передали родители, зависит здоровье? Конечно. На сколько? Процентов от 100? На 15. 10. Еще кто что думает? 100. Правильный ответ был на 15%. Всего лишь наше здоровье зависит от того генофонда, который нам передали родители. Далее. Как вы думаете, от тех климатических условий, где мы живем? Вода, воздух, мегаполис или деревня, солнце есть, солнца нет, зависит наше здоровье? Конечно. На сколько процентов? От 10. На 25, да? 25 процентов. Далее. 10 процентов наше здоровье зависит от официальной медицины. То есть это действительно экстренное влияние, вмешательство, это скорая помощь, да? Вот представьте, всего 10 процентов. А мы возлагаем сколько, Надежд? Да все 100. Друзья мои, вот сколько у нас в сумме получилось? 50 процентов. Правильно? А вот остальные наши 50 процентов, это наше с вами здоровье, зависит от образа нашей жизни. И именно в первую очередь от образа мыслей, потому что они очень тесно связаны с космосом. А мы здесь как раз таки и говорим об уникальном резонансе взаимодействия инь и ян. А вот это инь и ян, оно тоже было уже, как говорится, опробировано веками. Это гармония во всем, да, гармония в отношениях, гармония в бизнесе и, конечно, гармония в здоровье. Почему много веков назад китайские физиологи придумали эту гармонию инь и ян? Они просто, вот если в человеке не хватало холода, да, они добавляли, то есть иньской природы. Если мало было энергии, то добавляли энергию ян, солнышко. Биологически наш организм рассчитан на то, чтобы прожить 130 лет. Но, к сожалению, к 40 годам мы тратим 75% уже всех ресурсов. И только в 60 вспоминаем, ой, у меня же юбилей, надо омоложение провести, тут подтяжку сделать. Поздно, ребят, поздно. Уже в 20, в 25 надо этим заниматься. Почему? Потому что, чтобы не довести до функционального заболевания, да, то есть на уровне функционального нарушения мы можем влиять на клеточку, которая из, скажем, не совсем здоровой может вот таким образом, как мы посмотрели в динамике, оздоравливаться. Вот это очень важно, чтобы проводить динамику и профилактическое поддержание своего здоровья каждый день. Не раз в 10 лет, да, а именно каждый день. Почему именно здесь позиционируется весь продукт как питание? Потому что питанием мы не можем нанести ущерб. А здесь питание у нас каково. Вот если мы берем для профилактики среднестатистического человека, у которого, может быть, есть заболевание, но не явно, не патология еще, да, то есть без патологических заболеваний, то рекомендации физиологов таковы. Один бамбук утром, две сосны. Почему соотношение один к двум? Именно потому, что Россия находится в очень холодном климате. И нам просто климатически не достает энергии ян, да, солнца, тепла, бодрости. Наверняка вам всем известно, что в Санкт-Петербурге 95% населения это метеозависимые люди. То есть солнышко встало, мы встаем, да, Белые ночи у нас светят, мы можем и круглые сутки не спать. А как вот сегодня во сколько оно встало, не заметили? В 11, да. И очень многие опаздывают. Понятно, тут график очень напряженный. Но что дает нам со сна? Самую большую мощь, то, что уже подтвердили ученые, она повышает иммунитет и снижает усталость. А это заболевание, это уже доказано учеными, это заболевание 21 века. Причем это заболевание имеет массовый характер. Это не просто там 100 тысяч человек болеют, да. Это каждый первый болеет тем, что он устает ежедневно. И где мы берем силы? А нигде. Будильник здесь звенит в 7 утра, мы что говорим? Ну-ка встал организм, поднялся и пошел на работу, да. Мы только от него требуем, требуем, требуем. А где ему силы взять? Поэтому ученые доказали, что усталость и нехватка сил именно является заболеванием 21 века. Потому что этим заболеванием болеет каждый первый. Начиная со школьника, заканчивая людьми пожилого возраста, да. Но, к сожалению, к сожалению, почему у нас состояние, именно функциональное состояние школьников и студентов, скажем, гораздо хуже, чем у людей более пожилого возраста. Хотя, казалось бы, пожилой возраст, да, процессы метаболизма замедлены. Процессы обмена веществ тем более замедлены. Вы видели, да, биологический возраст до и после. Но, к сожалению, маленькие дети, школьники и студенты уже болеют. И причем их состояние даже по биологическому возрасту гораздо старше, чем паспортный. Да, вы знаете, что мы в офисе вообще бесплатно проводим тестирование на наших прекрасных местах. И что они показывают? Что в основном молодое поколение выглядит по биологическому возрасту не антуражно, да. Антуражно все хорошо. Видно, что молодой человек, молодая девушка. А именно внутренние органы уже никакие. Почему? Потому что у нас там есть два основных показателя, которые отвечают за молодость и за продолжительность жизни. А именно здесь мы позиционируем, что весь продукт является в первую очередь, он продлевает жизнь. Вторую очередь, он регулирует кислотно-щелочной баланс, значит, это вся продукция противораковая. Третье, это не иммуностимулятор, который нас на определенный короткий период времени раз простимулировал. Мы пробежали стометровку или выложились где-то, да, и все, и потом как шарик сдулся. Это именно иммуномодулятор. То есть именно то, что мы говорим, что организм сам по себе, это очень мощная, самовосстанавливающаяся система. Но нужно ей дать правильное питание. Почему Тамара Ивановна сказала, обязательно перед сном нужно поблагодарить свою печень. Почему физиологи говорят, нужно ложиться спать сегодня? Что значит сегодня? Сегодня это значит до половины двенадцатого ночи. Потому что именно с двенадцати ночи до трех утра чистится печень, чистится желчный. А почему мы так плохо себя чувствуем? Да потому что мы отравляем собственный организм собственными продуктами распада. Шлаки, выбросы. Если в этот момент мы активно бодрствуем, что происходит? Выбрось всей желчи происходит именно в свой организм. Она не плавно, как говорится, ушла через нас, а опять же вбросилась в нас. Поэтому, если вы ложитесь спать в два часа ночи, то уж каждый день тогда ложитесь в два часа ночи, чтобы ваши биоритмы отчитывались от двух часов ночи. А нельзя сегодня лечь в девять утра, а завтра в два, да? То есть, действительно, это колоссальные стрессы для организма. Вот именно поэтому очень важно соблюдать вот эту ритмичность. Далее, я всегда подчеркиваю тот факт, почему молодые люди выглядят хуже, да, по состоянию внутреннего организма, чем пожилые. Очень важный факт. Молодежь практически не пьет чистую воду. А мы на 80% состоим из жидких средств. Вы знаете, сколько в сутки наше сердечко перекачивает крови? Как вы думаете? Много. Пять тонн. Пять тонн. Это целая цистерна. Вы можете себе представить в день, в сутки? В сутки. Вы представляете, какая работа вообще для всего нашего организма? Пять тонн в сутки перекачать крови. И как вот многие молодежи, да, вот с белорусами, с ребятами в Белоруссии, привет, обнимались, да, очень многих в таком душном зале были холодные руки и ноги. Что это такое? Это сосудистая дистония, да, до конечностей, до рук, до ног, до носа, до ушек, не доходит в нужном количестве кислород. То есть они в принципе высушены изнутри. Почему? Здесь я провожу тоже очень яркий пример. Почему европейская нация очень сильно отличается от азиатской нации? На самом деле, потому что, во-первых, у них с самого детства существует такое понятие, как профилактика, лучше, чем лечение. И второй факт, с самого детства они в день выпивают 2-3 литра зеленого чая. Вот именно здесь, в нашей компании «Новая эра индустрии о здоровье», да, мы позиционируем тот факт, что ежедневно необходимо пить бамбуковый чай. Что входит в его состав? Это листья лафотерама тонкого, это зеленый чай, это бобы кассии, это листья лотоса. То есть это шикарные ферменты, которые, чтобы вы не ели, оно будет расщеплять, да. Вы посмотрите на азиатских народов, они же едят все, жучков, паучков и так далее. Но при этом, вы посмотрите на нашу кожу, да, европейскую, и посмотрите на кожу азиатскую. У нас какая кожа? Сухая, бедная, ненасыщенная кислородом, влаги нет вообще, очень тонкая. И что мы видим у азиатов? Плотная, эластичная, и морщин практически нет. У нас почему очень рано появляются у молодежи даже морщины? Мы высыхаем из нукри. Так вот, поэтому это продукт, который необходимо ежедневно потреблять, это бамбуковый чай, потому что в нем большое количество ферментов. Почему здесь лотос еще добавлен? Где у нас вообще лотос растет? На болотах. А какова его функциональная задача? Он очищает болото. Он вот эту всю сеточку, да, которая рябь там собирается, он чистит. Так вот ту же самую функцию лотос делает в нашем организме. Он расщепляет, что бы мы не съели, очень важно, да, расщепить и вывести это из нашего организма. Поэтому настоятельно рекомендую потреблять в течение дня чай. Здесь один пакетик необходимо заваривать на полтора литра теплой воды, не выше 70 градусов, и в течение дня доливать, чтобы общий объем получился 3 литра. И пьем в течение дня. Конечно, без фанатизма нельзя, да, у меня есть одна дама, она говорит, мне некогда пить. Я с утра полтора литра выпиваю и бегу. Ну, такое нельзя делать, да. Очень серьезная нагрузка на почки, вы же понимаете, на все мочевыводящие пути и так далее. То есть дозировано по стаканчику в течение там 10-15 минут. И это будет очень правильно, потому что с водой мы даем поток кислорода именно к нашему головному мозгу. Вот поэтому очень важно потреблять ежедневно бамбуковый чай. Расщепляет очень многие вещи, да. Далее, о чем мы говорим. Тамара Ивановна здесь произнесла несколько слов о печени. Что это такое? Да, это пыльца сосны для очищения нашей печени. Но дословный перевод с китайского здесь написано против алкоголизма и курения. Почему так заявлено достаточно жестко, да? Именно потому, что хотят обратить внимание на больную печень, да. Именно считается у тех людей, которые очень много пьют и очень много курят, ферментация печени уже нарушена. Она отравляется ежедневно сама собой, да. Потому что там уже столько всего накопилось, что невозможно оттуда вывезти. И так вот, вот этому продукту действительно уже положено дать Нобелевскую премию. Почему? Именно благодаря тому, что в самом начале, я вам говорила, пыльца сосны имеет размер всего 3 нанометра. А вы уже запомнили, что искусственно раздробить натуральный продукт можно всего лишь до 22 нанометров. Представляете, а пыльца сосны всего 3 нанометра по своей природе, ее дробить не нужно. Так в чем здесь уникальная особенность? Что до этого не было ни одного, ни антибиотика, ни лекарства, ни натурального продукта, который бы умудрился дойти до печеночного сока. И вот здесь вообще прорыв во всей медицине. Какой хотите. Хотите традиционной, хотите нетрадиционной. Во всей. Почему? Потому что дойдя до печеночного сока, мы можем уже влиять на все виды гепатитов. А на самом деле, на сегодняшний день гепатитов уже не АБЦ, как нам было раньше известно. Уже более 15 видов гепатитов. И они все время меняются, видоизменяются и новые формы применяют. Благодаря этому продукту мы можем влиять. Вы видите, я никогда не говорю вылечивать, излечивать. Именно влиять, да, на процессы восстановительные при раке печени, при циррозе печени. Почему? Потому что благодаря тому, что пыльца сосны имеет всего лишь 3 нанометра, еще раз повторюсь, она доходит до печеночного сока. И это действительно уникальный прорыв. А дальше, как только начинается чиститься печень, будьте здоровы, именно поэтому и происходит то, что здесь написано, да, против алкоголизма и курения. Чистая печень не хочет в большом объеме потреблять алкоголь. Потому что идет, опять же, выброс, да, в свою кровь. Именно грязная очень много хочет. И все равно, выпил литр или три. Абсолютно нету разницы. И вот именно здесь, когда только начинается ферментация чистки печени, то у человека снимается зависимость. То есть действительно появляется нежелание. Если человек бесконечно курил, да, то есть у меня даже на своих соседях ставлю опыты, да, молодой человек, который курил бесконечно, еще одну не бросил, а уже другая зажжена, то он мне говорит, я не понимаю, что происходит, но у меня нет такой тяги. Да, он еще курит. Но не в таком огромном количестве, как это было раньше. То есть действительно зависимость снижается. Ни в коем случае, естественно, это не волшебный продукт, и на завтра никто не бросит пить и курить. Но то, что будет постепенно, и в течение 120 дней, когда мы пройдем полный цикл очистки клетки, то зависимость спадает. Это уже очень много результатов. Потому что чистится печень. Далее, очень важный продукт, который мы, опять же, также очень ярко позиционируем, это пыльца сосны с олигоросахаридами и ксилосахаридами. Что это такое? Это на самом деле те живые лактобактерии, бифидобактерии, да, которые у нас сами могут же вырабатываться в нашем организме. Это замечательный продукт для тех людей, которые страдают запорами. Мы знаем, да, что идеальное состояние, в общем, нашего кишечника, это когда мы покушали и все это выбросили. Но почему не происходит это? Сейчас я вам объясню. Если взять наш тонкий кишечник и ворсинки в тонком кишечнике разложить по площади, вы можете себе представить, сколько себе этих ворсинок? Сто квадратных метров. Вы можете себе представить? Это сложно, да, это больше, чем этот зал в три раза. Сто квадратных метров, это составляют ворсинки в тонком кишечнике. Так вот, вот эти залежи там копятся годами. И именно поэтому, почему маленький ребенок покушал, сразу сходил в туалет. Почему, извините, грубый пример приведу, собака поела, она тут же сходила в туалет. У животных вообще нет такого понятия, как интоксикация, да, как отравление организма собственными продуктами распада. Они покушали и сразу сходили. Мы годами между этими ворсинками копим залежи. И как сложно с этими залежами бороться, да. То есть давно уже известный факт, если талия больше, чем 82 см, да, то здесь это уже не жировая масса. Это именно вот те отложения, которые мы накопили годами. Поэтому очень важно, мы чистим тонкий кишечник и вообще весь наш кишечник с помощью олигосахаридов и ксилосахаридов. Почему запоры, да, у людей? Опять же, стресс, опять же, мало воды. Очень мало воды, да. В основном люди что говорят? Утром чашка чая, днем чашка чая, вечером чашка чая. Так вот, поэтому мы к 40 годам высыхаем. Вот именно поэтому к 40 годам и тратится 75% своего здоровья. Я не говорю, что конкретно кто-то из сидящих в этом зале, но общая масса населения так и есть. Поэтому вот этот продукт настолько уникальный тем, значит, как его нужно подкреплять. Для новичков, те, которые знают, что давно не чистили свой организм, большая просьба. Это делать на ночь. Почему? Потому что ночью организм у нас более расслаблен, он спокойный. Происходят процессы самовосстановления, да. И утром должен быть хороший стул. Вот это самая, как бы, главная идея этого продукта. Если человек здоров, вот полностью здоров, да, то в 7 утра должен по биоритмам сработать кишечник. То есть, грубо говоря, вы должны сходить в туалет. И по маленькому, и по большому. Если этого нет, значит, это уже проблема ЖКТ, ЖКТ, да, желудочно-кишечный тракт. И печень. Далее. Очень хочется сказать, многие говорят, а почему вот пятка болит? Или почему на пятке очень часто... Вот мы родились, у нас такие пяточки, как у младенчика. Мягенькие, да, такие нежные. Почему с годами на пятках кожа более огрубевшая получается? Но не из-за того, что мы стоптали ее на даче. Это печень, это функциональное нарушение печени. Поэтому очень важно, да, не даром, что Тамара Ивановна сказала. Первый, самый важный орган у нас печень. Потом почки и потом легкие. И вот эти три фильтра, просто всегда нужно за ними ухаживать. Ну а кишечник, он просто из-за грязного кишечника появляется 90% всяких разных нехороших заболеваний. Далее. Что здесь еще необходимо сказать? Такой великолепный продукт, как пыльца сосны с овощами и фруктами. Мы его здесь очень мило и ласково называем для стройности. Но на самом деле это не значит, те, кто довольно стройны, что его не нужно пить. Наоборот, просто у тех людей, у которых жировая масса уже большая, висцеральный жир тоже высокий, да. А что такое висцеральный жир? Это внутренний жир, который обволакивает наши внутренние органы. То есть жир, который покрывает нашу печень. Жир, который покрывает наше сердечко, легкие и так далее. Это называется висцеральный жир. И почему мы этот продукт позиционируем как для стройности? Потому что мы можем здорово им регулировать кислотно-щелочной баланс. Помните, в самом начале я вам сказала, что вот это все можно кушать. Все кислотные продукты, да. Мясо, рыба, злаки, яйца и так далее. Но желательно кислотную нагрузку всю съесть, да, нашим человеческим организмам до 16 дня. Потому что после 16 дня процессы вот этой кислотной нагрузки, то есть процессы переваривания, идут очень медленно. И вот все мясо, макароны, оно налипает на наш кишечник и очень долго гниет. И вот именно рекомендуется все, что касается овощей, фруктов, переводить в щелочную нагрузку и кушать после 16. И здесь очень важно, что в этом продукте, помимо пыльцы сосны, да, большое количество каротиноидов, тыква и так далее. А это клетчатка. Поэтому мы одним пакетиком можем смело заменять ужин. Почему я все время говорю, что это не БАДы, это питание, питание, еще раз питание, да. А в питании не может быть передозировки. Поэтому это тоже очень важно. Вот сейчас я вам хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как узнать, продукт натуральный или нет? Или ткань, допустим, натуральная или нет? Поджечь. Поджечь. Зачем мы поджигаем? Шерсть, запах, шелк. С какой целью мы это делаем? Мы хотим посмотреть, в составе присутствует синтетика или нет. И яркий пример к этому, да, все, что натуральное, оно будет обязательно гореть. Правильно? Синтетика не горит, она плавится. Так вот, именно здесь я хочу вам показать очень маленький опыт, но он доступный для того, чтобы вы каждый провели у себя дома. Помните, вначале мы сказали, почему Минздрав Китая позиционирует о том, что пыльца сосны способна заменить все БАДы в мире? Потому что там это творение человека, а у нас творение природы. Так вот, вот этим маленьким опытом вы можете дома проверить все свои БАДы. В первую очередь, БАДы должны гореть. Вот сейчас мы будем зажигать нашу таблетку, и мы посмотрим, что у нас будет происходить. Во-первых, огонь должен быть чистым, ровным, да, то есть ни в коем случае не должно быть какой-то копоти, очень сильного потрескивания, да. Вы придите домой, проверьте свои другие БАДы. Честно, мы уже просто не сравниваем, да, но на начальном пути люди с многих компаний приносили, и мы поджигали. Что здесь мы только не видели, да, распухает пять раз, копоть идет. А хуже всего, когда вообще таблетка не загоралась. И тут люди что говорили? Не горит у нас только помойка, да. Ну, грубое сравнение. Но на самом деле, потому что на помойке есть все. И пластик, и полиэтилен, и все, что хотите. Видите, я вот сейчас немножко затушу и проведу такое окуривание зала. С какой целью? И вы вот посмотрите, что, во-первых, эта таблетка сгорит. Здесь нужно запомнить, что все восстановительные процессы, процессы восстановления, идут через процессы обострения. Но у нас не бывает такого, что мы вот там до сорока лет вообще не занимались собой. Потом мы решили, оп, сейчас я буду чистой, молодой, красивой, да. Но почему здесь поддерживается природа инь и ян? Потому что в природе все закономерно. Поэтому любые обострения, особенно, знаете, свою хронь, да, то, что ушло в хронические заболевания, оно может все выйти. И это нормально. Поэтому мы все время говорим, принимайте маленькими дозами. То есть, начинайте, вот, один бамбук, да, две сосны. Один бамбук, две сосны. То есть, не больше на начальном этапе. Потому что некоторые хотят сразу, там, пять бамбуков, десять сосны. Не надо. Это получается, ну, очень серьезная нагрузка для организма.